В этом году на Велосотку зарегистрировались 2000 велосипедистов. Это участники не только со всей Украины, но и команды из Белоруссии, России, Польши и Германии. Немец Элан в Одессе не впервые, но не перестает удивляться масштабам велопробега. Особенно для Германии. Это специальная вещь для меня, потому что Одесса была свободна из Наций-Германии. Это хороший ощущение, быть здесь с многими друзьями и ездить вместе на 100 километрах около Одессы. Элан рассказывает, что особо к соревнованию не готовился, но у себя в Берлине он предпочитает машине велосипед. Так и тренировался, катаясь по городу за покупками или на работу. А вот 73-летний Анатолий Николаевич из Херсона подошел к пробегу ответственно. Велосипед готовил целый год, потому что это у меня велосипед харьковского производства. Но надежный и крепкий велосипед. Пережил уже много поколений спортивных. И вот видите, еще и участвовать будет. В молодости Анатолий Гримекин был гонщиком. Любовь к спорту сохранил и по сей день. В родном Херсоне дважды преодолевал веломарафон в 50 километров. Теперь очередь за Одессой. Сама идея этого мероприятия, его уникальность заключается в том, что в нем совмещаются две фундаментальные вещи. Первая – это историческая память, потому что мероприятие было задумано в канун дня освобождения города Одессы, для того, чтобы еще раз таким образом почтить память советских солдат, освободивших в 44-м году город-герой Одессы. И, естественно, содержит еще и спортивную составляющую, потому что преодолеть эти 100 километров, будь это велосипед или пешим шагом, это достаточно серьезная задача. Первым к финишу прибыл участник из категории профессионалы Алексей Костьянов. Дистанцию в 100 километров спортсмен преодолел за 2 часа 45 минут. Было не тяжело. 100 километров каждый день проезжал. Не тяжелая дистанция. Это была подготовка к соревнованиям, которые будут проходить через месяц. Для молодого человека это первая одесская велосотка. Но ранее он уже участвовал в аналогичном велорали в Киеве.